Чтобы похудеть, я составила себе расписание и стала есть 5 раз в день по режиму. Делюсь своим рационом. Это мой завтрак. У меня здесь пшенка на воде, посваренная. Она легкая и в этой моей тарелке оказалось 150 грамм всего. Плюс я добавила 20 грамм сухофруктов, чернослив и изюм. Здесь у меня одна лежит клюквенка. 20 грамм сыра. Что-то мне так показалось, что белка-то здесь у меня нет. Совсем надо добавить. И плюс у меня там еще спрятано 10 грамм сливочного масла. И я еще хочу сюда добавить молочка, поэтому поставила на весы, чтобы посчитать, сколько у меня его будет в этой тарелке. Так, ну, так вот, наверное. Ой, ну, 120 получилось. Это мой второй завтрак. 100 грамм морковь, 20 грамм кусочек сыра и 10 грамм тыквенные семечки. Гуляш по рецепту шеф-повара Емель Яненко. Режу говядину. Мясо готово. Натираю морковь. Мясо готово. Осталось кубиками порезать лук. Шеф нам настоятельно советует лук жарить отдельно, обжаривать. Поэтому я поставила 2 сковороды и у нас будет, в общем, по 1 столовой ложке подсолнечного масла в каждую. Отправляю лук на сковороду в раскаленное масло. Все готово. Выключаю газ. На вторую сковородку я равномерно выкладываю мясо. И я выложила его ровным слоем и не мешаю 2 минуты. Мясо я обжарила. В общем, нельзя сказать, что у меня все пошло по плану, потому что из мяса сразу вышло очень много воды. И мне пришлось ждать, пока оно схватится. Ну, где-то 5-6 минут прошло. Отправляю морковь. Я добавила немножко водички, чтобы пожарить морковь. И, значит, в рецепте столовая ложка муки. Я добавляю кукурузную. Все перемешала и добавляю лук. Я переложу все в кастрюлю, в сковородку с луком. В центре сковороды нужно освободить место и обжарить томатную пасту. Здесь 1 чайная ложка с горкой. Через минуту все перемешиваю. Соль и черный перец. Добавляю воду, чтобы она едва покрывала гуляш. И 2 лавровых листочка. Как только вода закипела, закрываем крышкой. И на самом маленьком огне оставляем на 20 минут. За 5 минут до готовности добавляю чеснок. Гуляш готов. Это мой обед. 150 грамм гуляша, 150 овощей и 100 грамм пшенки. Так, сейчас попробуем, что у нас получилось. Так, пробуем. Вкусненько. Вкусненько. Узнаю гуляш. Напомню, что я его сделала по рецепту шеф-повара московского ресторана Емельяненко. Так что, пожалуйста, у меня здесь московский ресторан. Здесь, кстати, корейской морковочки добавила тоже. Это из вкуса вела у меня морковка. Если что, она ппшная. Она у них, между прочим, всего 85 калорий. И чувствуется, да, в ней мало масла. Вот, так что хорошая вещь. Знаете, если понемножку добавлять, она вообще так здорово оживляет. Это мой полдник. У меня здесь бутерброд. 60 грамм хлеба фитнес. Вот такого из зерен и орешков. 50 грамм отварной курочки. Сейчас поделюсь с вами рецептом. Потому что это суперотварная курочка. А не просто, какая попала. Очень мягкая, нежная и сочная. Плюс у меня здесь корейская морковочка. Ну, немножко. Я взвесила здесь 20 грамм у меня всего-навсего. Но она, знаете, очень здорово оживляет. Кусочек сыра 15 грамм. Огурец я взвешивать не стала. Вот. А вот это вот порция мужа. Но поэтому сюда не смотрим. Вот. А что еще? Да и все. Все. Вот такая вкуснятинка. Это мой ужин. Творог с йогуртом. 200 грамм творога. 80 миллилитров йогурта. Плюс я добавила клетчатки. Крупной. И тыквенные семечки. А йогурт у меня с сахарозаменителем. То есть творог у меня на вкус сладенький, но без сахара. Выпила 2 литра воды и витамины. Всего за день у меня получилось 1505 калорий. Спасибо всем за лайки и подписки. Хорошего дня!